Всем привет! Сегодня я покажу как сделал ремонт в гараже. Вот такое практически было у него состояние. Единственное, что я здесь уже залил пол. И какая-то непонятная ниша. Дверь открываешь, там высыпается земля. Интересно, не правда ли, зачем она вообще там нужна? Начал я доставать оттуда глину, складаю ее сразу в мешок для того, чтобы в последствии потом, когда там кирпичами буду закладывать, и назад ее туда буду забрасывать. Эта глина будет типа утеплитель. И вот, собственно, когда убрал два мешка, ждал меня сюрприз. Какие-то конденсаторы, чего-то там какая-то бочка лежит, вон зеленая торчит. Так я ее не достал. Безопасность. По сути, для меня до сих пор это является загадкой, что это было за место. Продавец не знал, что там было, но когда видите, я разрыл какая-то бочка, возможно, там было вино. И напишите в комментарии, зачем нужна вот эта ниша, что там, собственно, можно в ней хранить. То есть, если там хранили чего-то секретное, то и дверь бы была не на виду, а так она просто на виду торчит. Все-таки решил разрезать, что же там это за бочка или ведро. Это все-таки не ведро, это какая-то вообще емкость непонятная. Эмалированная, да. Ну, она такая длиннющая, что вот она даже не штается, вот она там лежит. Затем я там прогрунтовал, чтобы кладка кирпича лучше прилипала. Но эта бочка мне покоя не дает. Это точно не снаряд какой-то? По звуку понятно, что она пустая. Замесил я раствор. Рецептом пользуюсь тем, который указан на мешке с цементом. На низ уложил я белого кирпича, потому что он в магазине был единственным без отверстий. Вот этот красный с отверстиями. Для того, чтобы не разбрызгать стены раствором, необходимо миксер выключать за 5 секунд до вытаскивания. Делаю отверстия для того, чтобы закрепить дюбелями кирпичную кладку. Ремонт затянулся надолго. Начал я еще зимой. По сути, есть только выходные. И это не спорт во время карантина. Эту процедуру я делал еще когда коронавирус был только в Китае. Наношу раствор на стены. Мне кажется, своим методом так, наверное, никто больше не делает. Набросал, оно прилипло. И дальше там размазывал. Для крепления полочек сразу подставлял пластики от дюбелей. Вернее, сразу я их забыл вставить. Потом пришел уже на следующий день и пришлось забивать. Пошел в магазин, купил 5 килограмм шпаклевки. Сейчас этого, конечно, не сделать с этим коронавирусом. Магазин просто так не зайдет. Эти 5 килограмм достаточно быстро туда на стены улетели. И, в принципе, для гаражного ремонта пойдет. Но если бы нужно было еще ровнее, то килограмм 5 бы шпаклевки еще купить. На улице температура колебалась от 0 до 5 градусов. И шпаклевка сохла больше двух недель. И теперь по фотографии от телефона ищу зашпаклеванные пластмасски от дюбелей. Вставляю туда, собственно, дюбеля. И так выглядят 5 килограмм шпаклевки, размазанной по стене. Крайне неудобно пилить на полу. Хочется уже быстрее сделать ремонт в гараже. И настроить стеллажей, настроить столов. И нормально работать, как в нормальном гараже. Уборка это неотъемлемая часть ремонта. Очень хорошо в этом деле помогал пылесосу. В пыли не было шансов остаться. Ну, а вот вариантов появиться в этой пыли. Их масса. Вот, например, я начал тут зачищать. И полетело все в разные стороны. Сеточка быстро пришла в негодность, потому что большие бугры. Поэтому я взял, собственно, шпатель и начал им все зачищать. Как там ни пылесос, на стене все равно осталось много пыли. Поэтому необходимо пройтись грунтовкой вот так. Для того, чтобы она склеила всю пыль и краска впоследствии не отлипала. И вот, собственно, состояние пола. Это после того, как я его залил, более-менее выровнял. Воду в гараж привозил в бутлях до того момента, пока сосед по гаражу не дал, потому что у него в подвале вода. Краску взял фасадную на латексной основе. Колер цвета морской волны. В общем, если мешать руками, то можно мешать около часа. Для того, чтобы вот так равномерно размешать. Из-за коронавируса масок нет, поэтому я воспользовался вот, собственно, таким полотенцем. И вот такой результат получился. Да, еще видно просветы, но это за счет того, что краска не высохла. Подготовка пола перед заливкой самовыравнивающейся смеси, это очень важный момент. Необходимо убрать всю пыль. А затем размазать грунтовку по полу. Я вот делаю сначала так, разливаю ее, потом беру валик и размазываю. Вот, собственно, вот эти ямки и бугорки являются причиной того, что я заливал самовыравнивающейся смесью этот пол. Продолжение следует... И мне осталось еще раз прокрасить стены, а также не прокрашенные места вверху и внизу. Воняет, как краска. То есть это какой-то специальный грунт для бетона. И, в общем, я два раза погрунтувал, с перерывом где-то 10 часов каждый раз. Сохнет, в общем-то, хорошо. Но если где-то набирается грунтовка, то она вот так вот сохнет долго. Пока она здесь сохнет, по кантику уже можно красить и это делается вручную. Сейчас посмотрим, что здесь за краска. Первый раз открываю, прям интересно. Вот такая просто белая краска. Вот такая белая краска для дорожной разметки. Сейчас должен получиться вот такой цвет. Необходимо сказать, что эта краска без запаха и сохнет 20 минут. Ну, я думаю, перерыв между слоями, то есть необходимо два слоя, перерыв между слоями, здесь уже часов шесть. И в итоге такой цвет получается, светло-синий. Пошло 20 минут и уже вот на стене можно трогать. Вот здесь, конечно, еще липнет. А вот стена уже высохла. И теперь тут хорошо видно то, что было и то, что стало, друзья. Просто разница колоссальная. И через шесть часов я уже хожу тут по покрашенному, трогаю этот пол. В общем-то, не прилипает ничего. И вот так все выглядело в гараже, когда я начал выравнивать пол бетоном. Это уже бетон залит, стены пошпаклеваны. И вот таксусы на гараж выглядел после моего ремонта. С потолком решил ничего не делать для того, чтобы он дышал. А это фотография гаража сразу после покупки. Там был застелен на кривой этот пол. Собственно, кривой этот линолеум. И не могу вам не показать, друзья, еще раз эту красоту. Если это видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Вольше будет еще интереснее. До новых встреч.